Пока что паузу Ну так вот, мы с вами сейчас поговорим о создании, вставке, удалении, подмене элементов Вставке контента, то есть расширении содержимого элементов Я вам уже говорил, что именно rtml плюс равно это плохая и плохая практика Тогда возникает вопрос, наверное, а какая же практика является хорошей? Правильно? И собственно на этот вопрос мы сегодня постараемся в том числе и ответить Ну так вот, начнем мы с простого То есть мы попытаемся в бодина создавать элементы Что нам для этого потребуется? Сейчас мы с вами и разберем Итак, напишем здесь скрипт Скрипт Что-то не так Скрипт Type Текст javascript Файл я не буду использовать сейчас, пока что как есть И мы с вами знаем, что для полного счастья нам необходимо дождаться чего? Загрузки документов То есть нам нужно написать window Unload Пока что мы знаем только так, да? Равняется function И здесь мы будем делать какие-то действия Мы с вами уже договорились, что минималистическая наша структура выглядит следующим образом То есть объект с одним методом Это минимально В дальнейшем количество методов Количество свойств Да и собственно само количество объектов у нас будут расти В зависимости от того, что на нашей странице будет присутствовать Пока я говорю обобщенно page В дальнейшем у нас там будут различные модули Которые будут между собой еще и взаимодействовать Итак Window Unload Мы пропишем просто page.init И вызовем этот метод Все, все остальное мы делаем здесь Здесь я сразу же получу body Ну Так как я буду создавать элементы Я могу в принципе весь код писать здесь Body это у нас document.body Это вы помните, да? В прошлого раза я видел Все помнят, да? Хорошо Это радует Значит смотрите Перед тем, как нам в body какие-то элементы добавлять Нам их нужно научиться сначала создавать Элементы в HTML создаются Посредством использования таких функций, как Create Element Сама функция является методом документа Как ее применять? На самом деле очень просто Мы создаем какую-то переменную Например Я ее назову div Почему div? Потому что я в нее буду создавать div Равняется И дальше пишем так Document Create Element Create Element Здесь мы указываем имя нашего элемента То есть имя тега В нашем случае это что? Div Ну хорошим тоном считается в этих скобках Писать название элементов большими буквами Хотя это и не обязательно Традиция Дань традиции Не больше не меньше Когда-то так было обязательно Сейчас как бы Бережиток прошлого Но тем не менее традиция осталась Создали мы div Ну и что мы с ним сделаем? Давайте зададим ему какой-то Цвет Например Background Для этого ставил Background Назначим ему цвет Например решетка 369 Потом Потом соответственно Соответственно Я назначу этому div Какой-то контент Например Inner Text И напишу что в нем у нас будет написано Hello World То есть классическая фраза И теперь нам У нас div создан Покрашен Заполнен Давайте мы вставим его в боди Простейший способ вставить Сразу вам показываю Один Чтобы мы могли видеть что элементы у нас создаются Так Простейший способ вставить элемент Это вызов метода На другом элементе Который называется Append child То есть добавить потомка И В качестве потомка Я добавляю в боди Наш новосозданный div Вот таким вот образом Давайте посмотрим на результат Так Что-то ему чуть-чуть не понравилось Сейчас посмотрим Понятно Значит придется вот так Открывать Все нормально Просто не тот файл Открыл Как видите То есть у нас элемент создался В него записался текст Я думаю Создать элемент Ничего сложного не представляет Да Нужно понимать Что помимо элементов Бывает такое понятие Например Как текстовая нода Знаете такое Как создаются текстовые ноды Давайте мы в наш блок Вместо того чтобы задавать Inner text Создадим текстовую ноду И вставим ее туда Соответственно я делаю Var Называю ее например TextNode Текстовая нода Равняется Document Create TextNode И сюда мы соответственно Пишем текст Который мы хотим создать Например собственно Тот же самый Hello World Только теперь С тремя восклицательными знаками Чтобы мы могли явно отличить Добавить эту текстовую ноду В наш блок Мы можем все с помощью Того же метода AppendChild И поставить туда TextNode Если что видно хорошо Или увеличить еще шрифт Видно Я просто спрашиваю Потом на видео Это читается нормально Или не очень Как видите Результат приблизительно тот же Какие тут есть вопросы Так У нас есть 12 видов нод всего Это мы в прошлый раз говорили Так Из них важных У нас есть 4 Нода Это элементарный объект Из которых строится дом дерева Узлы дом дерева Называются нодами Давайте я Напомню вам Открою презентацию И посмотрим на картинку Которая там была Так Загрузки JS А вон она Есть распакованная Даже И мы посмотрим На вот Где он здесь Вот этот вот слайд Все что в нем изображено Это ноды Связанные между собой То есть Каждый элемент Это нода Узел Проще говоря Узел Текстовые фрагменты Это тоже ноды И комментарии Это тоже ноды А это смотрите Это я конкретного документа Приводил Вот он То есть Вот здесь Вот он Это текстовая нода То что я выделил Перевод строки Два пробела И соответственно Когда смотрим на дерево Вот она Перевод строки Два пробела То есть У нас строится Иерархия объектов Каждый объект Называется нодой Нода Это базовый класс Частные случаи нод Это уже элемент Текстовая нода Комментарии И так далее То есть На основе нашего HTML кода Еще раз Напоминаю В момент Так это я Плохой код открыл Не могу найти тот Который вот хочу В момент Когда наша страница Только загружается Из нашего кода Полностью строится Дерево объектов Каждый объект В этом дереве Называется нодой Сама по себе Слово нода В переводе С английского Означает узел То есть Узлы дерева Соответственно Для этих элементов Есть четкая Иерархия классов Иерархию мы рассматривали На последнем слайде То есть Вот он Самый базовый класс Нода Нода бывает Текстовая нода Элемент И комментарий Что? Что? Вот этим Сайдером Классов нет Вот этим Да Ну я беру И создаю Текстовую ноду То есть Вот этот Вот такого типа Узел Вот этого класса В смысле Где именно? Сейчас я Открою Вот Это метод Ну это он так называется И все Create Text Node Можно было бы сделать По идее New Text Node Но Это неправильный подход Вот так Это изначально задумано Так мы и делаем И комментарий Тоже Мы можем создать комментарий Var Comment Равняется Document Create Comment И сюда Соответственно Вставляем Какой-нибудь комментарий Давайте тоже Добавим его В Body Так Новый созданный нами Комментарий Смотрим на результат Так Где наш Вот наш браузер Обновляю Здесь вроде как Ничего нет Но зато Когда я посмотрю Код В Body Вот наш комментарий Вот такая вот ситуация Вопросы тут есть? Это каждый раз Надо включать Уводить Ну что Что-то Добавить? Да Есть еще методы Подождите Это не все Пока мы говорим Сейчас о создании Что интересно Атрибуты Тоже можно добавлять В виде Так сказать Классов Если вы обратили Внимание Когда я Нажимал Документ И точка Там был еще Один Такой вещь Например Var ATTR Напишу Да Атрибут Равняется Document Create Attribute И мы можем Дать ему Какое-то имя Например Атрибут Name Потом я скажу Что Атрибут Забыл У него Value Да Value Атрибут Value Равняется Например Вася И соответственно Скажу Что Нашему Диву Я забыл Как он правильно Называется Это не Set Вот Set Atribute Node Вот это Вот оно Set Atribute Node ATTR Вот так Но так Никто не делает Скажу вам честно Вот именно Вот так Это вы можете Встретить В редких случаях Просто я вам Показываю Чтобы вы знали Что есть такая Возможность Теперь вот обновлю В нашем боде Видим Name Вася Задался Это редкое явление Ну то есть Никого обманывать Не буду Вы такого писать Скорее всего Не будете Просто если Встретите Не пугайтесь Это создание Атрибутов Чаще просто Используют Метод Set Atribute Это гораздо Удобнее И гораздо Лаконичнее Со мной Согласны Замечательно Если согласны То я это удаляю Да Оно нам не потребуется То есть Основные Наши три метода Это CreateElement Самый основной Вы И мы используем Чаще всего CreateTextNode Создать Текстовую ноду CreateComment Создать Комментарий Все методы Вызывают Обычно На документе Методы Возвращают Новосозданный Элемент Который Затем Может быть Добавлен В качестве Дочернего Для другого Элемента Теперь Смотрите Интересный Факт Если Я вот так Наивно Думаю Я создал Один Диф А теперь Я в боде Добавлю Десять Таких Вот таким Вот образом Да Я вам скажу Ничего Не получится Все равно Один Получится Почему Потому что Физический Объект Один И когда Мы его Добавляем Да Он туда Добавился Но старый Удалился Потому что Он просто Переехал Понятна Концепция То есть Он Один Мы его Создали Он один Единственный То есть Если вы Сделали Компьютерную Мышь Вы Ее Говорите Вставить В документ Вставили А теперь Я говорю Эту мышку Снова Вставить Документ Вы взяли И снова Вставили Ее В документ Понятна Концепция То есть Вы многократно Раз Сделаете Одно И то же Действие То есть Один И тот Объект Вставляете Как же Быть Если вам Все таки Хочется Сделать Много Его Копий Для этого У наших Элементов Есть Замечательный Метод Он называется Clone Node Вот такой Вот метод Он возвращает Точную Копию Нашей Ноды То есть Давайте Я вот здесь Делаю Два раза Clone Node И мы Посмотрим Что Получилось У нас Получится Следующее У нас Наш Боди Ну да Добавились Два Дива Но только Они Пустые Почему Потому что Clone Node Копирует Сам Элемент Но не Применяет Рекурсивные Алгоритмы Для копирования Всего Содержимого Понятно Да Clone Node Копирует Элемент Но не Копирует Его Содержимое Вот в таком контексте Вызова Я добавлю Такой момент Но Но мы можем Его попросить Мы можем Сказать Что Пожалуйста Скопируй Нам элемент Так Чтобы вместе С элементом Было скопировано И все его Содержимое Для этого В качестве Аргумента Clone Node Необходимо Передать Значение True В этом случае Копирование Произойдет Рекурсивно Вместе Со Всем Содержимое Тут понятно Замечательно Если Тут Понятно То Этот момент Мы Закончили То есть Создание Копирование У нас Есть Теперь Будем Говорить Собственно О вставке Вставке У нас Есть Несколько Возможных Вариантов Все Варианты Используются В данный Момент Есть Старые Есть Новые Есть Удобные Есть Не очень Удобные Более Старые Естественно Менее Удобные Но Более Поддерживаемые Различными Версиями Браузеров Например Е9 Вот Такой Вот Момент Надо Понимать Тонкую Грань Под Что Мы Разрабатываем Еще Раз А Вот Смотрите Я делал Append Child Это Первый Пример Вставки Этот Документ Надо Куда То Положить В Какой То Другой Этот Процесс Называют Вставка Элемента То есть Положить Его Куда То Проще Говоря Ну Так Вот Тут Вопросы Есть Из Того Что Я Уже Делал Соответственно Append Child Первый Метод Вставки Он Добавляет Элемент В Конец Своего Родителя Есть Метод Который Умеет Добавлять Элемент После Другого Элемента Вызывать Его Опять Же Надо На Родители Да И он Станет Последним Самым Последним То есть В Родители Было Там Какие То Набор Блоков Мы Вставим Последним Самый Конец Это Append Child А Если Нам Нужно Вставить Например После Второго Элемента Или После Третьего То Тут Уже Такой Подход Не Подходит Поэтому Есть Универсальный Метод Который Называется Insert Before Он Принимает Что Вставить И Перед Чем Это Вставлять Опять же Нужно Вызывать На Элементе В Который Будет Происходить Вставка Понятно Ну То 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 Видите Я Вызываю На Body Значит Вставка Будет Происходить В Body Далее Первый Параметр Что Я Хочу Туда Вставить И Следующий Параметр Это Перед Чем Например Перед Document Точка Body Точка First Child Что Это Значит Вставить Его Самым Первым Правильно Вставить Его В Начало Но Тут Надо Быть Аккуратным А Что Если У него First Child Нет Может Такое Быть Может Поэтому Надо Быть Аккуратным Как Видите Добавилось В Самое Начало Да А Теперь Давайте Попробуем Сделать Так Чтоб Не Было Сделаем Здесь Children Например Четвертая Пятая Нет У нас Пятого Children Что В этот Мент Произойдет Давайте Посмотрим На Более Вставка Происходит Куда В Конец Иными Словами Если Я Сюда Передам Значение Undefined То Он Ведет Себя Так же Само Как Open Child Понятно Удобно Согласна Могу указать Что например Я хочу вставить Его перед Вторым Элементом То есть Например Сделать Здесь Document Body Children Второе В смысле Перед Перед А ну Да Я имел ввиду Второй В смысле С нуля Если хотите Будет С единицей То есть Вот Перед первым В таком случае Можно было Перед нулевым Но перед нулевым Мы уже делали Это не интересно Понятна концепция На самом деле Вот эти два метода Очень универсальные А теперь Собственно Задачка Допустим У меня есть Какой то Элемент LM Var LM Ну Я то знаю Как я его получу Я его получу Вот так Но задача у меня Состоит Допустим В следующем Вставить Комментарий Перед этим Элементом Как я могу Это сделать Если я не знаю Кто у него родитель Может быть Такая ситуация Что я не знаю Кто у него родитель Первый потомок Body Ну вернее Первый Не нулевый Если что То есть У меня есть элемент Я просто взял Его и вот Получил А теперь Я хочу Вставить Перед вот этим Элементом Наш элемент Comment То есть Как мне определить В чем я вставляю Вот кто мне скажет Как я определю родителя Кто прошлую ленту Слушал Parent note LM.parent note А вот Еще раз А сюда Да Сам LM Абсолютно верно Таким образом Я вставлю Перед элементом Понятна концепция Давайте проверим Как видим Все так же Работает Да Вставилось Перед тем самым Элементом Которым мы захотели При этом Мы не обязаны Знать сразу Его родителя Мы можем Его получить Из самого Элемента Собственно Вот этими Двумя методами Вся вставка Элементов В четвертом Стандарте Экмоскрипта Ограничивалась И по большому счету Этого достаточно Для 100% Ваших задач Поверьте мне Но тем не менее Прогресс идет И жизнь программистов Решили упростить Сделали более короткие методы Их обсудим Чуть-чуть дальше Перед этим Я хочу показать еще Момент Два момента Если быть точным Тоже из четвертого Стандарта Это собственно Удаление элемента Как это делается Допустим Мне нужно удалить Теперь этот комментарий Я его добавил Хочу теперь удалить Показываю Как это делали раньше Коммент Парент нот Ремуф чайлд Коммент Ну это если я наперед Не знаю родителя Иначе бы я вот здесь Должен был написать Родителя В котором происходит Удаление Так Сам коммент Мы удаляем Сам коммент Теперь проверим У нас комментария Здесь что? Нету Абсолютно верно Родительские ноды То есть раз мы его Вставили вовнутрь Нашего Боди Да То парент нодом В этом случае будет Боди Тут понятно? Жалобы, предложения, угрозы Нету? Хорошо То есть Понятно всем Концепция То есть родитель Удалить потомка И передаем потомка Которую необходимо удалить Родителя мы можем получить Опять же С помощью парент нода И еще один метод есть Который позволяет нам Подменить элемент Например я могу сделать Вот так вот Документ боди И вызвать у него Реплейс Чайлд Подменить потомка Сейчас мы Пишем сюда Что вставить Например тот же самый Коммент Который Мы удаляли Правильно? А теперь я пишу Вместо чего? Вместо Документ Допустим Боди First Element Чайлд Вот так вот Например Вместо первого Дочернего элемента То есть Сейчас у меня здесь Три блока Первый блок Должен замениться На комментарий Проверяем Видим Стало два блока Первый Заменен на комментарий Что вставить Вместо чего? В каком родителе? Так? Этот пакет методов Самый кросс браузерный То есть Вы его можете использовать В любом браузере Не заморачиваясь Включая даже и Е8 И не знать Себе проблем Но Новый стандарт Как я уже сказал Я говорю Не за шестой Даже сейчас Я говорю За пятый стандарт Принес нам Несколько Очень удобных методов Давайте их испытаем То есть Вместо Append Child Я могу писать Просто Append Это первый метод Метод вставки Давайте проверим Как видите Результат Не поменялся Как вставить в конец Для вставки В конец Вернее В начало Простите Оговорился Появился такой метод Который называется Prepend Вставить в начало Append Это в конец Prepend В начало Замена Для Remove Child Очень простая Давайте я закомментирую Для сравнения Просто метод Remove Comment Remove Все Очень лаконично И удобно Правда То есть Гораздо короче Чем писать Вот так То есть Результат Как видите Тоже не поменялся За счет того Что я поменял Реплейс Child Тоже пришла Замена Для Реплейс Child Я беру Document First Element Child И вызываю Метод Replace Не Replace Child Это Replace Так Как у нас А не Реплейса нет Это я уже jQuery Вспомнил Да Это я уже jQuery Вспомнил Реплейса Как раз Нет Есть After И Before То есть Перед И После То есть Например Если я хочу Вставить что-то Вот Как здесь Комментарий Перед Элементом Я могу Я могу Сказать LM Точка Точка Before И сюда Наш Comment То есть Ставить Комментарий Перед Элементом Тоже Видим Прекрасно Работает Лаконичнее Правда Ну На то Они И нововведения Чтобы быть Более удобными Для использования Какие есть Вопросы По этому Поводу Самый простой Способ Мы Сделаем Так Ну Дом Джесс И Смотрим А вот Зайдем Даже По первой ссылке То есть Дерево Дом Здесь Где-то Когда-то Оно было Я не помню Типа Узлов Нет Дальше Дальше Хорошо Где Вот Рассветление А Вот Дерево Вот Это Живое Так 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 Опа В функциональном Стиле Опа В прототипном Стиле Современные Возможности А где же Здесь Самое Дерево Дом Работа С дому Из Консоли Навигация По Дом ГТ Элемент Внутренние Свойства Атрибуты Методы Контейнс Комплей Документ Позишн Завление Удаление Узлов Ну и вот Кстати Элемент Текстовая Нода Апанчайл Серт Бифор И так Далее Ну конечно Здесь Очень много Чего Тон Нод Кстати Remove Child Вставка Текста Ну сейчас Мы об этом Будем Еще Говорить Ну По-моему На HTML Бук И было Если мне память Не изменяет Тоже HTML Book О Мы там Про JavaScript Справочник Тоже Был Можно Зайти Глянуть А нет У них только HTML или CSS Честно Даже Не подскажу Такого Именно Справочника А на самом деле Вы их так Запомните Навряд ли Вы их Забудете Я вам Честно Скажу Их надо Запомнить Один раз И пользоваться Ими Всю Жизнь Так Сказать Вы себе Пометочки Сделайте Видео Пересмотрите На видео Будет Я вам Гарантирую Так Это есть Здесь вопросы Никаких Хорошо Никаких вопросов Это очень хорошо Это Кстати Хочу обратить внимание Еще на что Насколько я помню Вот эти методы Такие как Капент Умеют Вставлять Даже Текст Как вы видите Это методы Из разряда Вставим Что угодно И куда угодно Очень удобные Очень простые Можно Прямо HTML Код Вставлять Просто Текстом Вставила Не тега Вот так Просто Добавила В конец Да Конечно Просто Текст Видите А если хотим Тех Да ну пожалуйста Надо значит Будет И таким образом Мы получаем Что здесь У нас Да Вставился Тех Ну не совсем Такой Как мы ожидали Еще раз В смысле Кавычки убрать Как вы хотите Убрать Кавычки Не Так не получится Не 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 Ну это Не так Обычно Делается Сейчас Расскажу Про метод Которым Это надо Делать Как раз Хочу К нему Прийти Значит Как вообще Правильно Вставлять HTML Текст Для этого Давным-давно Был изобретен Замечательный Метод Который Называется Insert Adjacent HTML Первый Параметр Это Куда Вставлять Тут Несколько Значений Но я Я пока Сделаю Вот Так Before End И соответственно Что Вставлять Вот тут Вставилось Как Надо Но у вас Наверное Возникает Вопрос Значение Первого Параметра Да Что Значит Это Before End Я Открою До этого Параметра Верный Мой Друг И соратник В объяснении Подобных Вещей Да Конечно Можно Вставка HTML Кода Будьте Здорово Я Так Пока Нарисую Что У меня Стоят Несколько Элементов Рядом Допустим Да Я Вызываю Метод Insert Adjacent HTML На вот Этом Вот Элементе Тогда Как я могу Вставить HTML Я могу Вставить Вот сюда И это Место Называется У нас Before Begin То есть Перед Началом Так А соответственно Если я захочу Вставлять Вот сюда То это Место Будет Называться After End То есть После Элемента А теперь Before Это Вот сюда Вовнутрь В конец Вставка Добавят Вот это Соответственно Before End А как вы Думаете Как вот Это Место Называется After Begin Куда Я бы Сказал Он может Быть И После Правильно Если мы After Поставим То есть After Begin After End Before Begin Before End То есть Вот эти Вставляют After End Before Begin Перед И После Самого Элемента After Begin В начало Элемента Before End В конец Элемента Это Значение Вот этого Первого Параметра Ну как Сказать Ничего Сложного На самом деле Вопросы Всем Понятно Как Работает Данный Мед Не Ну это Замечательно Картинку Да Конечно Пока Паузу Поставлю Ну На самом Деле Здесь Ничего Прям Очень Сложного Я Считаю Как бы Нет Но Надо Уметь И Пользоваться В дальнейшем Теперь Смотрите Если Есть Insert Adjacent HTML То есть Еще Один Метод Подобный Только У него Вместо Слова HTML Используется Слово Текст Угадайте В чем Разница Да Вставить Просто Как Текст Вот И Все Больше Никаких Отличий У них Нет Самые Удобные Методы На самом Деле Для Вставки Подобных Вещей И Рекомендую Использовать Именно Их Обратите На это Внимание Так Дальше Дальше Я сделаю Следующее Я хочу Вам Показать Так называемые Фрагменты Дело В чем Каждая Вставка Приводит К Перерисовке Правильно Если я буду Делать Вставку Вот таких Вот Например Блоков Див В наш Боди В количестве 200 штук Я сделаю Например Там For Int И равно Нулю Там И меньше 200 И плюс Плюс Ой В точку Конечно Лайд Соответственно Здесь Сделаю Див Див А Наш Документ Боди Аппенд Чайлд И попытаюсь Добавлять Наши Див Див Точка Клон Копии Со значением ТОП Смотрим На результат Как бы У нас Так Ошибки Как бы Нет Я наверное Убрал У него Вставку Содержимого Да Они просто У нас Нулевой Высоты Все Мы 200 Див Вставили На такой Подход На самом деле Не очень Хороший Вот так Вот брать И вставлять Их Поодиночке Поочередно Вместо Этого Есть такая Штука Называется Она Фрагмент Сам фрагмент Элементом Не является Но он Является Контейнером Для группы Элементов Делается Так Вар Например Фрагмент Равняется Документ Create Документ Фрагмент Создали Фрагмент Потом Вместо Того Чтобы Добавлять Элементы Прямо В боди Мы Добавляем Их Фрагмент А в конце Мы этот Фрагмент Добавляем Целиком В боди При такой Реализации Мы с вами Уже Не будем Перерисовывать При каждой Вставке А только При финальной За счет Чего Несколько Увеличивается Производительность Таких Операций Вопросы У чего Ничего не надо Передавать Это просто Метод Потому что Поэтому Скобочки Он создает Как бы Такое Вместилище Для элементов То есть Будем говорить Так Массив Который Можно Вставить За один Раз Грубо Говоря Не больше Не меньше То есть Он сам Элементом Не является Вот как Называется То по сути И является Фрагмент Документа Тут Тут что-то Сложное Для вас Есть Да Нет Наверное Хорошо Если пока Нет Давайте Разберем Простую Задачку С использованием Вот такого Подхода Мы С вами Сделаем Ну Что-то Типа Телефонной Книги Собственно Говорим Создавать Мы ее будем Целиком Джаваскриптом Вообще В html Ничего Писать Не будем Для чего Просто Для того Чтобы Больше Поработать С Джаваскриптом По хорошему Конечно Контейнеры Надо было Создать Здесь А здесь Их Просто Наполнять Но Мы Сейчас Легких Путей Не ищем Будем Писать Максимум Кода Хотя Нет Пока Не получится Пока К сожалению Не получится Нам потребуется Кое-что Добавить Все-таки Ладно Сейчас Сделаем Здесь Соответственно Мы сделаем Здесь Какой-нибудь Див С Классом Fon Book В нем Я сделаю Какой-то Див Которому Дам Класс Форм Это будет Формочка Добавления Телефона Давайте Так Что нам Нужно На формочку Добавления Телефона Имя Правильно То есть Нам Надо Имя Это у нас Name Здесь Я Сделаю Input Type Text Name Name Это Такое ID Давайте Мы дадим Name Лейбл Для какого поля Оно Делается То есть For Name То есть Видите И поле ID Name Можно Икалась Нет Только ID Это Вещь Которая Важна Для СЕО Обратите На нее Внимание У Инпутов Должны Быть Лейбл Лейбл Должны Быть К ним Привязаны For Потом У нас Будет Соответственно Сам Con Правильно В принципе Минимальный Комплект Для Хранения В Телефонной Книге У нас Есть Так Еще Я могу Здесь Добавить Один Input Конечно Назову Его Фото Здесь Можно Ссылку Будет Добавить Вот Таким Вот Образом Ну И в конце Я добавлю Соответственно Кнопку ADD Submit Submit Не хочу Button Добавлю On Click Мы Добавим Page От Phone И в ней Будет Написано Add Пардон Промазал Сюда Дожать Было То есть У нас Есть Вот Такая С вами Формочка Сейчас В которой Можно Указать Имя Телефон Фотографию И нажать Кнопку Добавить Так Потом Мы Здесь Заготовим Еще Один Контейнер Я думаю Это у нас Будет Список Да И ему Я пропишу Класс Хонду То есть Телефонная Книга Собственно Сама Теперь То что У меня Здесь Есть Я делаю Вот так Получу Необходимые Мне Элементы В частности Я получу Все поля Ввода Сделаю Так This Name Input Равняется Помните Прошлый раз Делали Document Query Select Я могу И так По Идичнику Найти Оно Все равно Использует Да Это Не вопрос Я вас Смотрю Вот так Соответственно Name Input Пхон Веря Пхон Input У нас И здесь У нас Будет Фото И тут Тоже Будет Пхото Есть Заготовка Есть Правильно Что я вам Предлагаю Для хранения Данных По сути У нас Это будут Объекты Согласны По большому счету Что такое Один элемент Телефонной книги Это объект Да То есть Телефон Телефон Это объект Ну один телефонный номер Запись Учетная Соответственно Простите У меня Что-то Городо Чуть Хрипнет Function Я назову Это Пхон Book Item Для построения Одного Объекта Типа Пхон Book Item Нам Нужно Знать Name Пхон И что Еще И Пхото И здесь Соответственно Я сделаю Что This Name Равно Name This Хон Равно Хон И This Фото Равняется Фото Добавим Этому Классу Метод Хон Book Item Prototype И метод Я сделаю Такой To Element Наш метод Будет Правильный вопрос Прям в точку Формировать HTML Element То есть Что за Конструктор Конструктор Вот у нас А этот Будет Формировать Новый HTML Element Который Можно Будет Вставить В наш Список Вот этот Ну не Лишечку Он будет Саму Формировать А он Да Все что Станет В эту Лишечку Здесь у Меня Будет Div Var Div Равняется Document Create Element Где Есть Create Element Ладно Так будет Быстрее Create Element Div Создали Div Div Диву Задам Класс И рекомендую По возможности Вот в таких Ситуациях Использовать ClassName Он работает Шустрее Чем ClassList ClassName И добавляю Ему Класс Card Карточка Да Потом Я предлагаю Разносить Создание Отдельно Вставку Отдельно И так далее Внутри Этого Дива У нас будет Первое У нас будет Его фото Слева Допустим Выше Слева Допустим Фото Потом Сверху Имя И под Именем Телефон Понятно Я хочу Ну то есть Грубо говоря Как то Вот так Да То есть Вот здесь Right Right Правая сторона Равняется Document Create Element Вся правая сторона У меня будет Одним Дивом Есть Потом И последний элемент Это у нас Телефон Телефон Правильно А мне хочется Дивами Ответ Подходит Позадаем Классы Фото Класс Name Будет Равен Фото Потом Допустим Right Класс Name Будет Right Name Класс Name Будет Name Ой Ив Хон Класс Name Будет Хон Готово Я уже делаю все JavaScript Поэтому я и стиль Здесь задам На самом деле Соответственно Давайте сначала Для нашего Дива Ну для Дива Я думаю В принципе Задавать Я буду только Одну вещь Див Нет Я не буду Использовать Flex Див Style Position Равняется Relative Я сделаю По другому Див Style Padding Left Равняется 50 Пикселей Див Style Min Height Равняется 50 Пикселей Ну и собственно Все Теперь Пхото Пхото Style Position Будет Равен Absolute Пхото Style Left Будет Равен Нулю Фото Стайл Топ Тоже будет Равен Нулю Стайл Вот это уже В связи Должны быть Style Спорный момент Так шустрее работает Намного Намного Стайл Да Конечно Код Крупный Получается Стили Не задают Так Вот что Правда Что стили Так Не задают Я вот парочку Просто оставлю Как напоминание О том Как это делается И если хотите Давайте все переместим Что не надо Оставим так или здесь Допишем Ваше желание Стили здесь Или все Допишем Хорошо Согласен С вами Так Для фото Давайте уже Для фото Соответственно Викс 50 Фейк 50 Position absolute Left 0 Top 0 Background position Center Background size Cover А вот тут Мы зададим Только одно Свойство Соответственно Для фото Это Background image Вот это уже Надо здесь Сделать URL Открылась Скобка Открылась В скобке Кавычка Приклеим Сюда This Photo И приклеим Сюда Закрытие Одинарной Кавычки И закрытие Круглой Скобки Все готово Так В смысле Это Внутри Кавычки А эти Кавычки Просто Разрыв Строки Делают Да Ну так Вот Мы можем В принципе Основную Карточку Здесь Оформить Точка Card Я могу И даже Больше Свойств Тогда Задать Width Ну где-то Пускай будет 300 пикселей У нас MinHeight 50 Пикселей PaddingLeft 50 Пикселей Багграунд Я думаю Ей не стоит Задавать А вот Ей можно Задать Box Shadow 2 пикселя 2 пикселя 5 пикселей 0 0 Дрэй Есть И можно Задать Margin Bottom Допустим 20 пикселей Это наша Карточка Все Тогда вот это Тоже не требуется Со стилями Здесь можно Почти не работать Что собственно И будет правильно А Не задал Position Да Position Absolute Ой Relative Да Relative Она же у нас Позиционируется Ну для того Чтобы Просто фотографии В ней Позиционировать Вот и все В принципе Для райта Можно даже Ничего не задавать Но так будет Правым Собственно Так же Как для Нейма И для фона Ну я имею Фон Телефон По большому Счету Все есть Осталось Все скомпоновать Я просто Делаю Див Append Child И добавляю Туда Фото И добавляю Туда Соответственно Наш Райт Потом Я делаю Див Ну и Див Райт Append Child Name И Райт Append Child Обхон Но В конце Сделаю Ретурн Наш Див То есть Корневой Элемент Уже Сформированный Со всеми Дочерними Но Что я Здесь Забыл Сделать Кто Мне Скажет Див И Райт Не Див И Райт Не То Мы Должны Сделать Для Name Соответственно Append Child Документ Документ Create Text Node И Создать Текстовую Ноду Со Значением This Name Точно Так же Для Фона Вот Так То есть Вот Полностью Создание Нашего Элемента Одной Карточки Мы Его Вынесли В Отдельный Метод Заготовили Специальный Класс И Будем Его Для Этих Целей Использовать Здесь Собственно Нам нужно Сделать Метод AddPhone Вот тут Правильно Для того Чтобы была Возможность Добавлять Телефон А теперь Как я буду Добавлять Телефон Что Что А Вы Про Описание Да Я не о том Сейчас В первую очередь Я говорю Само Добавление Телефона Да Я буду Создавать Новый Объект И Вставлять Его В Массив Массив У меня Будет Здесь Я Сделаю Вот Так Вот Хонас И Это У нас Соответственно Изначально Пустой Массив А тут Я Скажу Так Здесь Хонс Пуш Нью Хон Бук А Этем И туда Передаю Нью This Name Input Валю Не Валю А просто Валю This Хон Input Валю И This Photo Photo Input Валю Но Вот Этот Последний В принципе Может быть Пустым Правильно Поэтому Я Сделаю Так Если Здесь Lens Меньше Одного Знак Вопроса Тогда Будет Какая-то Дефолтная Картинка А Иначе Соответственно Его Значение А Дефолтную Картинку Я найду В интернете Найду Здесь User И вот У меня Есть Картинка User Дефолтную Где я видел Более Менее Адекватную Вот То есть Вы Поняли Вот Собственно И Все Добавление Телефона Есть Но После Этого Нам Не Точку Запятой Поставил Да Я Вижу Хорошо Теперь Нам Нужно Соответственно Перерисовку Сделать Правильно Для Этого Нам Нужно Получить Весь Вот Пхонбук Так Сказать Да Поэтому Вот Здесь Я Еще Добавлю В Нит This Пхонбук Равняется Document Query Selector И Найду Что-то По Селектору Пхонбук Наверное Я вот так Вот Лист Сделаю Вот Так Вот Класс Потому Что Так Уже Есть Вот Есть И Сделаем Здесь Метод Который Будет Перерисовывать Назову Я Его RedRaff Его Сразу После Вставил В Массив Буду Вызывать То Здесь RedRaff Сейчас Перерисовывать И Перерисовки Я Буду Делать Следующее Заодно Знакомлю Вас С одним Из Методов Массива Которым Вы Не Знали Метод Называется ForEach This Fonts ForEach Метод Принимает Клбэк Функцию В которую Передается Элемент И его Индекс Нас Интересуют Только Сами Телефоны Правильно Теперь Момент Вот В этой Функции Я не Смогу Использовать This Потому Что Клбэк Функция И Особенность Такая Теряют This Поэтому Перед Использованием Я сделаю Такую Хитрость Var Нижнее Подчеркивание This Равняется This А здесь Буду Использовать Нижнее Подчеркивание This Нижнее Подчеркивание This Как он Называется PhoneBook Я буду Делать Вот так Вот Up Up And Child И хочется Написать Конечно Element To Element Но Это Еще Рано Писать Потому Что Нам Нужно Обернуть В Лишку Правильно Здесь Я Я делаю Так Var Li Равняется Document Create Element Создали Лишку Потом Li Up And Child Вот сюда Вот этот Вот Element To Element Так Положили Его В Лишку А сюда Вставляем Саму Лишку Если Я Сделаю Так То Возникнет Проблема У нас Они Будут Всегда Добавляться А нам Предварительно Нужно Очистить Для Очистки Элемента Идем Простейшим Образом Собственно И он Не Является Неправильным Здесь Homebook InRHTML Равняется Пусто Все Самый Быстрый Самый Эффективный Способ Очистки Элемента Это Наш RedRaff Давайте Проверим Работоспособность Добавим Василь Пупкин Ой Хон Хон Какой Будет Телефон У Васи 099 666 77 88 Все Пойдем Фото я не добавляю Пускай добавляется По умолчанию Вот и наш Василь Теперь мы Даваем сюда Петю И даваем сюда Допустим Олега Вопросы Как Вы Это сделали? Да А можно Конечно Можно А Давайте Я Закомментирую Поймете Обновим Страничку Я добавлять Буду Что попало В телефон Все равно Проверок Нету Он Он Дублирует Элементы Он повторно Вводит Те же Самые Поэтому Мы Предварительно Его Очищаем Чтобы Те Которые В нем Были Удалились И Заново Заполнился Он Текущим Состоянием Списка Нашего Очень удобно Использовать Вспомогательные Классы Они Полностью Описывают Модель То есть Удобный Для хранения Раз И Вторые Вот он У нас Формирует HTML Вывод Для себя HTML Блок Полностью Вот здесь Да Почему я сделал Вот этот Зис Да Вот здесь Если я что-то Пишу через Зис Оно будет Принадлежать Объекту То есть Доступно Во всех Методах Если Напишу Вар Как только Закончится Метод Init Память Будет Освобождена И переменная Больше Не существует Вот и вся Разница Что Ну Зис Это Пейдж Правильно Если я Зис Пишу Name Input Это то же самое Что Page Name Input Я сохраняю В сам Пейдж Дополнительные Свойства И смогу С ними Работать В других Методах Понятно Хорошо Пока Пауза И перерыв Вариант Номер Два По указанию Зис Вот в этой Внутренней Функции Вот здесь Поставить Точкой Написать Bind И Вот этот Bind Может указать Чему Должен быть Равен Зис В калбек Функции В этой Ситуации И я укажу Зис Таким образом Я его Проброшу Вовнутрь В качестве Зис И здесь Могу писать Вот так Это второй Вариант Того же Самого Того же Самого Действия Могу Проверить Если Не верите Все работает Так Где точка Вот тут Смотрите Функция Вот эта Функция Тоже есть Объект Чтобы Указать Контекст Вызова На будущее У функции Есть метод Bind Метод Боинд Говорит Функции О том Что Когда ее Будем Вызывать В ней В качестве Зис Должен быть Аргумент Вот этого Bind То есть В данном Случа Тот Зис Который Снаружи То есть Вот такой Проброс Зис Вовнутрь Получился ToElement Это метод Который Мы описали Вот здесь Вот он Вот он Вот он То есть Вот это Все Он есть Создание Одного Элемента Как раз То есть Наш Сам элемент Телефонной Книги Да Умеет Превращаться В дом Элемент Посредством Вызова Метода Дом Элемент Ну То Элемент Или нет Да Абсолютно Верно Что Вверх Или вниз 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 Ну я вот так Чтобы было видно Все Так Вопросы Еще есть Какие Тут Т Продолжение следует...